Добрый день! Я бы хотела сказать спасибо большое всем докладчикам, что очень интересные сессии. И спасибо большое за возможность участия, потому что, конечно, в эпоху ковида очень важно продолжение получения нужной информации новой. И мой доклад сегодняшний посвящён злокачественным рапдоидным опухолям. Я бы хотела кратко остановиться на определении. Итак, это редкие опухоли. Они, к сожалению, как видно из названия, обладают высокой степенью злокачественности, превалируют у детей раннего возраста и, опять же, как следует из названия, к сожалению, обладают крайне плохим прогнозом для жизни. Исторически, несмотря на то, что эти опухоли могут развиваться повсеместно во всех органах и тканях, они были разделены на три группы. Как видите, это злокачественная рапдоидная опухоль в почке, атра при поражении центральной нервной системе и экстратуринальная злокачественная рапдоидная опухоль или зеро, прошу прощения, за сокращение мягких тканей, если поражаются все другие органы и системы. В основе гистологии, безусловно, лежит гистологическое исследование. И одним из важных аспектов, на мой взгляд, самым важным является, конечно, проведение иммуногистохимического исследования. И все эти опухоли, независимо от локализации, если в основе лежит альтерация гена СМАРС-СБ1, об этом я чуть позже буду говорить, является потеря ядерной экспрессии этого белка с наличием внутреннего позитивного контроля. Здесь на слайде представлена окраска микропрепарата гемотоксилином и азином, и, я не знаю, сколько хорошо здесь видно, наличие окраски моноклональным антителом и неодин. И здесь мы видим тотальную, опять же, утрату экспрессии СМАРС-СБ1 с наличием внутреннего позитивного контроля в эндотелии сосудов. В патогенезе, безусловно, молекулярной меткой является как раз биолельная инактивация данного гена СМАРС-СБ1. Этот ген кодирует одну из субъединиц так называемого хроматинремоделирующего комплекса, который, соответственно, участвует в процессе ремоделирования хроматина. И большинство пациентов с РО имеют в основе именно биолельную инактивацию этого гена. Однако существует маленькая группа пациентов, и события у этих пациентов, которые приводило к развитию ЗРО, была открыта в 2006 году группой под руководством профессора Плювальда. И было показано, что биолельная инактивация гена СМАРС-СБ1, который также кодирует, но уже другую единицу хроматинремоделирующего комплекса, также может приводить к развитию данного злокачественного новообразования. И, опять же, по аналогии с ЗРО, который связан с инактивацией данного гена, те пациенты, которые имеют герминальные события в генах как СМАРС-СБ1, так и СМАРС-СБ1, имеют синдромы предрасположенности к развитию ЗРО первого типа. Это порядка 35% из популяции пациентов с данной опухолью. Причём стоит отметить, что большинство событий развиваются ДНО, то есть они не передаются от родителей. И единичные случаи у пациентов с наличием альтерации гена СМАРСи и ИПО. Поэтому эти пациенты требуют, конечно, обследования на предмет наличия синдромов предрасположенности. Если говорить об инициальном обследовании, безусловно, оно основано на оценке первичного очага и наличии отдалённых метастазов. И здесь я бы хотела ещё раз подчеркнуть необходимость генетического исследования с обязательной иммуногистохимией и молекулярно-генетического обследования как для подтверждения наличия опухоли в случае, если имеются какие-то сомнения морфологические или моногистохимические. И, безусловно, обследование для исключения наличия синдрома предрасположенности. И вторым важным моментом является обязательное проведение у этих пациентов МРТ головного мозга. Потому что, как я в дальнейшем покажу и из наших собственных данных, в случае, если у пациента есть синдромы, то мы рискуем получить одновременное возникновение или метахронное возникновение двух первичных опухолей. Например, в частности, в основном описывается развитие атера в центральной нервной системе и злокачественной рапдоидной опухоли в почке. В качестве терапии, по крайней мере, на территории Европы, и мы придерживаемся данного протокола в нашем центре, используются рекомендации Европейского регистра по изучению злокачественных рапдоидных опухолей. Одна из публикаций результатов терапии в данном регистре представлена на слайде. Основные принципы терапии являются доза интенсивной режима с компрессионным, сжатым таймингом между курсами, а также максимально радикальный локальный контроль, включающий лучевую терапию и хирургическое лечение. Прогностические факторы были выявлены с течением времени у этих пациентов, и логично предположить, что, безусловно, локализованная форма заболевания, радикальное хирургическое вмешательство и вообще проведение локального контроля являются факторами, которые прогноз улучшают, тогда как метастатическая форма заболевания, невозможность локального контроля, прогноз у пациентов улучшают. Ещё одним важным моментом является возраст. Пациенты более младшего возраста обладают более худшим прогнозом. Скорее всего, это связано с тем, что в этой когорте пациентов как раз и преобладают те пациенты, у которых есть синдром предрасположенности. Они, естественно, презентируют в более раннем возрасте, имеют более распространённые стадии, и, к сожалению, как показывает практика, худший ответ на терапию и высокие риски рецидива. Является ли прогнозическим фактором полный ответ на терапию? Достаточно сложно сказать. К сожалению, по нашему личному опыту не является. На данном слайде представлены суммарные данные нескольких публикаций, посвящённых терапии выживаемости пациентов. Вы видите, к сожалению, как я уже говорила, что процентное соотношение достаточно негативно. Хочется сказать, что есть ряд публикаций, которые были сделаны в последнее время, которые позволяют нам помимо тех данных, которые говорят о том, что, к сожалению, классическая химиотерапия с локальным контролем вероятно достигла своего предела, появляются публикации, которые показывают нам, так скажем, дальнейшее развитие исследований, посвящённых улучшению результатов терапии. Вот одна из статей, которая представляет последние результаты как раз в рамках Еврораба. Это протокол европейский под руководством профессора Фриольда. И в рамках этой публикации было показано, что пациенты могут быть статифицированы в так называемые две группы риска. Вы видите, что они достигли достаточно хорошей общей бессобетельной выживаемости. И была стратификация пациентов на две группы риска. Одна стандартная группа риска, к которой относится, это очень важно, локализованная форма, радикальная хирургия и отсутствие герминальных событий. И эти пациенты имели лучшую выживаемость. Тогда как в высокую группу риска относились пациенты, которые имели либо то, либо иное неблагоприятное событие, а именно метастатическую форму и или нерадикальную хирургию, и или наличие герминальных событий. Их общая выживаемость, конечно, была существенно ниже. Влияет ли это в дальнейшем на, например, редукцию объёма химиотерапии у этой группы пациентов? Пока вопрос. Я думаю, что это будет требовать дальнейшего исследования, но тем не менее это достаточно интересные результаты, которые были опубликованы. Ещё одна работа, которая посвящена распределению пациентов со злокачественными рапдоидными опухолями по принципу распределения пациентов с медулобластом на группы, связанные с молекулярной биологией. И здесь, мне кажется, наиболее важным, помимо того, что задействованы разные сигнальные пути, и несмотря на одинаковую гистологию, иммуногистохимию, мы понимаем теперь, что популяция пациентов со злокачественными рапдоидными опухолями неоднородно абсолютно, мне бы хотелось остановиться на этой части, которая показывает о том, что в зависимости от того, какая это молекулярная группа, мы видим разные, например, как в данном случае показано, инфильтрацию с титоксичными теллимфоцитами, например, а также экспрессию чекпоинтов в разных группах этих заболеваний, что даёт нам некоторую надежду на то, что, например, в группе с так называемой зеро-почкой подобной, например, группой или группе пациентов с наличием зеро-мягких тканей оправданно, и, может быть, мы будем ожидать положительные результаты от использования чекпоинт-ингибиторов в этих группах. И ещё одна интересная статья, точнее, группа статей, которая выходит в последнее время, посвящена из-это-эч-2-ингибиторам, а именно тазометастату. Данный препарат, я напомню, был официально зарегистрирован у пациентов с эпитериодными саркомами. Это ещё одно заболевание, которое характеризуется и неодинной негативностью. И мы, конечно, питаем достаточно большие надежды на этот препарат в отношении злокачественных рапдоидных опухолей и, конечно, ожидаем дальнейшие результаты клинических исследований. Если остановиться, я кратко позволю себе это сделать на наших собственных данных, то за 7 лет терапии в нашем центре проходило лечение 48 пациентов со злокачественными рапдоидными опухолями. Я бы хотела подчеркнуть экстракраниальной локализации. Из них, конечно, преобладали пациенты с зерой мягких тканей. И здесь очень важно, что большинство из них было пациентов первого года жизни и даже первого полугодия жизни. И в шести случаях, я думаю, что это не предел, просто наши методы исследования пока не позволяют нам показать больший процент, были выявлены пациенты с синдромами предрасположенности. Если говорить о зерой почке, то, конечно, преобладали пациенты с распространённой стадией локализованной и метастатической формы заболевания. Здесь как раз важно подчеркнуть, что пациент один, по крайней мере, имел синхронное развитие зерой почки и атра. И в одном случае мы видели мультифокальное поражение, а именно синдром черничного пирога. Поэтому эти пациенты, конечно, тоже должны быть оценены в рамках дифференциальных диагнозов других как злокачественных заболеваний, так и незлокачественных заболеваний крови, которые могут презентировать с наличием мультифокальных подкожных узелков. И что лишний раз говорит нам об агрессивности с течением заболевания, это, конечно, спонтанные разрывы капсулы опухоли у этих пациентов. Злокачественные рабочие опухоли мягких тканей, как я уже говорила, ЗРО может развиваться повсеместно, но здесь стоит подчеркнуть, несмотря на большой спектр мест первичной локализации, которые были представлены, в основном это глубокие мягкие ткани. Однако, помимо них, мы, конечно, видели и поражение так называемых четко очерченных органов, таких как печень, мочевой пузырь, например. Здесь более углубленно показаны характеристики пациентов с ЗРО мягких тканей. Я хотела бы еще раз подчеркнуть распространенность форм, преобладание местноинвазивных процессов и наличие отдаленного метастазирования и агрессивность, что, опять же, подчеркивается спонтанным разрывом капсулы опухоли. Как я уже говорила, в нашем центре мы используем рекомендации Европейского регистра по изучению рабоидных опухолей. Схема представлена на слайде. И здесь, наверное, важным моментом было бы показать, во-первых, к сожалению, в контексте пациентов с опухолями мягких тканей мы имеем достаточно большой процент расхождения первичных диагнозов, что послужило в ряде ситуаций инициации терапии в рамках других протоколов до верификации окончательной диагноза. Как вы видите, к сожалению, эти пациенты имеют достаточно высокие риски развития событий как в процессе терапии, так и в рамках раннего наблюдения после окончания интенсивной фазы. Поэтому из 48 пациентов только 19 завершил интенсивную фазу терапии. Это 40% всех включенных, проходивших лечение по данной группе пациентов и детей. И у нас были показания к метрономной терапии у ряда пациентов, которые ее заслуживали. Это пациенты, которые имели инициально отдаленное метастазирование или остаточный компонент опухоли по окончании интенсивной фазы, они получали метрономную химиотерапию. Я не буду подробно останавливаться на локальном контроле. Единственное, что я хочу подчеркнуть, это то, что у большинства пациентов локальный контроль был возможен как в объеме хирургии и лучевой терапии, так и в объеме только хирургического лечения. И что касается пациентов с излокачественными рапдоидными опухолями мягких тканей, то, на мой взгляд, самое важное подчеркнуть опять же возможность выполнения как хирургического вмешательства, так и лучевой терапии. Однако, к сожалению, мы говорим с вами о пациентах раннего возраста. Поэтому у этих пациентов, к сожалению, для того, чтобы достигнуть R0-резекции с лучевой терапией или без нее, потребовалось в ряде случаев, вы видите, что в большинстве не одна операция. И еще один важный момент, который я хотела подчеркнуть, это то, что если сравнить, как распределялись операции в зависимости от того, это была инициальная операция, после биопсии вы видите, что преобладает инициальная хирургия. Тогда как реально только в одном случае она была возможна в радикальном объеме. Что лишний раз говорит нам о том, что мы с вами говорим о саркомах мягких тканей. Это инвазивные опухоли. Учитывая, что это злокачественные рапноидные опухоли, они крайне агрессивны. Поэтому, на мой взгляд, и мы придерживаемся этой политики в нашем центре, если мы понимаем, что мы говорим про саркомы мягких тканей, то мы идем в случае, если мы не видим, что возможно радикальная хирургия на инициальную биопсию. Потому что, как показал опыт по терапии саркомы мягких тканей, инициальная биопсия с дальнейшей цитаредукцией на фоне на аудио-вантной химиотерапии и последующей секонд-плог операции прогноз улучшают. Если говорить об исходах терапии, к сожалению, мы не можем похвастаться достаточно положительными результатами. Вы видите, что общая выживаемость у этих пациентов варьировала в районе 26%, с событийной выживаемостью порядка 17%. И, как я уже говорила до этого, к сожалению, большинство пациентов имели события либо на фоне терапии, либо в первый год наблюдения после интенсивной фазы. И время до события составило всего лишь три месяца. Это крайне незначительный срок, что лишний раз говорит нам о том, что, к сожалению, эти опухоли приобретают резистентность к химиотерапии и, конечно, важен адекватный локальный контроль. Причем, чем раньше он будет проведен, тем лучше для пациента. Это дает нам возможность консолидации эффекта постоперационной химиотерапии и все-таки дает нам шанс на то, чтобы добиться полного ответа на лечение. Нам было интересно сравнить различную терапию в рамках различных групп, однако, к сожалению, реально единственное, что имело достоверно статистически значимую вероятность, это было сравнение локализованной формы заболевания и метастатической. И, естественно, статическая форма заболевания обладала намного худшим прогнозом, чем локализованная форма. Здесь, на мой взгляд, важно подчеркнуть, что эти пациенты требуют системного и стандартизированного подхода к терапии, потому что, как мы видим, те пациенты, которые по тем или иным причинам получали терапию в рамках других протоколов, имели длительные интервалы между химией, конечно, имели, как вы видите, неудовлетворительный прогноз на лечение. И в заключение я бы хотела остановиться на некоторых аспектах моего доклада, которые мне кажутся наиболее значимыми. И первое из них это то, что злокачественная рабдоидная опухоль это крайне редкий вид сарком, но, тем не менее, он должен обязательно быть включен в дифференциальный диагноз как сарком мягких тканей, так и опухоли почек, особенно у детей младшего возраста, потому что это так агурта пациентов, в которых процент возникновения злокачественных рабдоидных опухолей преобладает относительно других возрастных групп. Это обязательное использование помимо морфологического исследования, использование иммуногистохимии, в частности, и не один маркера. И, как вы видите, к сожалению, неправильный инициальный диагноз у нас в случае сарком мягких тканей был представлен почти что в 40% случаев. Поэтому, на мой взгляд, в случае подозрения на наличие злокачественной рабдоидной опухоли, конечно, требуется верификация диагноза в федеральном центре или в центре, который имеет специалистов патологоанатомической лаборатории, которые имеют опыт работы не только наличия маркера в лаборатории, но и опыт работы с данными образованиями. Безусловно, молекулярно-генетическое исследование должно быть использовано как для подтверждения диагноза в случае сомнения, так и для исключения синдрома предрасположенности, потому что эти пациенты требуют более тщательного наблюдения и не только за самим пациентом, но и за родственниками, и для исключения у них наличия данных синдромов. Интенсивная химиотерапия и локальный контроль агрессивный, возможный, и они должны быть использованы даже у детей младшего возраста. Конечно, это самая проблемная группа пациентов, у которых локализация опухоли, инвазивность опухоли мешают как хирургическое уменьшательство, так и лучевой терапии, но тем не менее у большинства пациентов, как вы видели, это возможно и, конечно, должно коллегиально обсуждаться и применяться. И, конечно, как я уже сказала, на мой взгляд, эра химиотерапии, классической химиотерапии, по крайней мере, для этих опухолей, к сожалению, закончена. И поэтому мы с нетерпением ждём результатов клинических исследований, которые посвящены как чекпот-ингибиторам, так и таргетной и иммунотерапии у пациентов злокачественными работодными опухолями в частности, потому что за этим будущее и, конечно, мы хотели бы улучшить результаты терапии этих пациентов. И в рамках этого улучшение результатов лечения редких опухолей из РОО в частности невозможно. Оно невозможно как без кооперации в рамках Российской Федерации, так и в рамках международного взаимодействия. Поэтому мы всех призываем объединяться. И если какие-то вопросы по терапии данных пациентов возникают, то мы с удовольствием, если это нам будет по силам, примем участие в решении проблемы, которая возникла. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...